Приветик! Сегодня мы начнем изучать Passive Voice. По-нашему это страдательный залог, когда действие производится над чем-то или кем-то. Ошибка считать, что это просто переворот с активного залога. Хотя технически это почти всегда можно сделать. Но мы используем Passive тогда, когда нам неизвестно, кто выполняет действие, или когда это не важно. Причем это можно даже упомянуть. Но, все же, как он строится? Формула выглядит вот так. To be плюс глагол в третьей форме. То есть в настоящем может быть am is are плюс глагол в третьей форме. В прошедшем was were плюс глагол в третьей форме. В будущем will be плюс глагол в третьей форме. А на место подлежащего мы ставим того человека или тот предмет, над которым производится действие. Оно становится подлежащим и дословно выходит вещь, потом to be. То есть является. И третья форма глагола отвечает на вопрос каковой. Вещь является каковой. На первом блоке мы брали в новые слова сразу с глаголом to be. To be tired. I am tired. Технически это тоже пассив. Я являюсь уставшим. Но тогда бы вы во всем этом запутались. А такие фразы, они нужны в самом начале изучения. Они появляются сразу и без них не обойтись. Поэтому мы начнем разбираться подробнее и углубляться в это всем. Начнем разматривать с present. Simple, passive voice. My TV is broken. Мой телевизор сломан. Неважно, кто его сломал или он сам сломался. Food is not overcooked. Неважно, почему, но она не пригорела. Все хорошо. A lot of rice is eaten... Нет, в вопросе. Is a lot of rice eaten in Asia? Много ли риса едят в Азии? Иногда мы все же хотим добавить, кто выполнил действие или с помощью чего. Тогда акцент остается на самом действию, а мы добавляем эту информацию через предлоги by и with. Тут мы используем предлог by, так как отвечает на вопрос кем, чем. Что-то, что может выполнять действие, мы добавляем туда через with. Через by. А если нам нужно добавить с помощью чего? Какой-то инструмент, оружие, какой-то материал. То мы используем предлог with. Sausage is cut with a knife. Flowers are cut with scissors. He was killed with a gun. Еще нужно не забывать о предлогах. Если в русском предложении, особенно если в русском предложении, с него начинается предложение. Мы уже ставили тренироваться ставить предлоги в самый конец при построении вопроса. Но тут будет то же самое, но и в плюсе. The doctor is sent for each time. Или each time the doctor is sent for. Как всегда, обстоятельства времени может ходить и в начало, и в конец. Но самое главное, что после глагола остается предлог. То есть, когда мы переводим это на русский, за доктором часто посылают. В английском не может начинаться предложение с предлога. Оно становится в самый конец. Или, например, над ними часто смеются. They are often loved at. Вот никак мы не можем начать в английском предложение с предлога. Мы его ставим после глагола. Мы сегодня брали новые слова с предлогами. И мы будем тренироваться сегодня образовывать пассив и не теряя предлоги. Скоро увидимся. Пока-пока. Продолжение следует...